Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, еще этой пятидневке мы с вами открываем новый месяц. И я надеюсь, что этот торговый период будет более результативным для нас, как для трейдеров, ставящих на потенциальное укрепление доллара со всеми вытекающими отсюда последствиями для рисковых активов. Прошлая неделя, друзья, оказалась в прямом смысле форс-мажорной не только для нас, но и, наверное, для подавляющей части трейдеров, поскольку прошлая неделя была характеризована исключительно такой ястребиной, риторикой глав центральных банков, сразу отдельных регионов, составляющих основу для нашей спекулятивной торговли. Ну, прежде всего, конечно же, речь идет о евро, есть речь идет о ЕЦБ, который отвечает за еврозону, речь идет о Канаде, соответственно, канадской риторике и перспективах, разумеется, монетарной политики данной географической площадки, речь идет о долларе и британцах. Я надеюсь, что текущая пятидневка добавит нам больше ясности, потому что на одних только обещаниях и словах, наверное, далеко не уедешь. Безусловно, нужно следовать конкретным делом за такой риторикой, делом, в данном случае, является макроэкономическая статистика, вот я на нее предлагаю на эту неделю уделить побольше внимания. Ну, и не только потому, что нам все, что остается, это делать именно это. Собственно, еще и потому, что на этой неделе именно макроэкономические отчеты будут преобладать над какими-то выступлениями и пресс-конференциями. И, конечно же, должны все-таки поспособствовать тому, чтобы мы получили больше сигналов о том, не перемудрили ли представители и главы ЦБ определяя дальнейший вектор денежно-кредитной политики и считают то, что экономики готовы к тому, чтобы пойти по более жесткому пути в плане денежного курса, то есть пути более высоких процентных ставок и меньших экономических стимулов. Это еще и нужно доказать. Я сомневаюсь и попробую вам предложить несколько аргументов, указывающих на то, что отдельные площадки еще недостаточно сильны, чтобы справиться без вот этих беспрецедентных стимулов. Друзья, у нас есть возможность с вами встретиться сегодня еще на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы традиционно там разбираем основные события прошлой недели, обязательно еще раз пробежимся по тому, что мы услышали, попробуем провести такой тотальный разбор полетов, посмотреть на те отчеты, которые у нас впереди, и снова переориентироваться по ряду инструментов. Эта неделя будет важна для австралийцев, потому что у нас скоро заседание резервного банка Австралии, сопроводительное заявление и ответы на вопросы того, что же все-таки будет с их политикой. У нас на этой неделе протоколы ФРС, которые должны еще раз направить нас, как покупающих доллар, трейдеров по пути, наверное, следования прежней дороги жесткой политики. У нас еще под конец недели целый блок статистики по рынку труда, и если уж не протоколы окажут, я надеюсь, вдохновляющее воздействие на доллар, по крайней мере сильная статистика, вкупе с теми релизами, которые мы получили по темпам экономического роста, по мичиганскому индексу, по личным доходам, расходам в прошлой неделе, но должны уже все-таки подстегнуть интерес к доллару, потому что фундаментально по-прежнему этот инструмент довольно сильен. Единственное, что политика начинает преобладать, политика бездействия, скажем так, потому что иначе, наверное, курс Трампа охарактеризовать нельзя, поскольку ни одна стоящая, обещанная, серьезная реформа, которая могла бы простимулировать экономический рост и удвоить, как вы помните, Трамп обещал показатели ВП, ни одна реформа еще не реализована. Ладно, если бы у нас была конкретная дорожная карта, у нас были намеченные сроки, предполагаемые даты голосований и четкая позиция того, как поступят конгрессмены в отношении отдельных законопроектов, мы бы были более спокойны. Но единственное, что у нас есть сейчас, это постоянная фиаско, которая несет администрация Трампа на тропе вот этих административных экономических реформ. И эта фиаско, к сожалению, не только снижает интерес к доллару, она реально подрывает политический вес уже самого Трампа. И многие сомневаются в его способности вообще хоть как-то повлиять на экономику. Ну, это так. В порядке речных настроений я еще необходимым обозначить, что в отношении доллара есть вот это сдерживающее обстоятельство, друзья. Мы должны иметь его в виду, но и не забывать, что помимо политики есть еще и макроэкономическая статистика. И речь идет еще о уже выбранной позиции, которой продолжает придерживаться американский регулятор, позиции и политики более высоких процентных ставок. Соответственно, каждый последующий отчет, если он будет выходить в соответствии с ожиданиями, будет более плодрым, скажем, свидетельствовать о сохранении прогресса, это напомнит нам то, что до конца этого года нас ожидает как минимум еще одно повышение ставки, и, может быть, эта спекуляция должна стать результативной для долга. Ну, об американце давайте поговорим тогда чуть позже. У нас нефть, которая, к сожалению, до последней недели радовала нас как продавцов, но прошлая пятидневка стала исключительно восстановительной. Буквально несколько сессий подряд, точнее даже семь, можно сказать, без какого-либо серьезного откатного движения рынок реально восстанавливался. И прошлая неделя для тех, кто делал акцент все-таки на возможность покупки, она была интересна, поскольку на рынке сразу два отчета, которые подстегнули интерес к этому инструменту. Во-первых, это статистика от администрации аналитической информации. Вы помните, что в соответствии с этим отчетом оказалось, что объемы добычи резко просели в Штатах за неделю. Резко просели на сколько? На 100 тысяч до 935 миллионов баррелей. Плюс ко всему у нас был еще ожидаемый релиз, который должен был все-таки развернуть котировки нефти и вместе вкупе с эффектом пятницы оказать давление на этот инструмент. Это статистика Бэкер-Юс по количеству вентильных терминалов. Мы настраивались на то, что прошлой неделе должна была стать 24-й уже неделей подряд роста числа платформ, но, к сожалению, друзья, так не оказалось, поскольку по факту тех цифр, которые мы получили, у нас даже сокращение количества нефтяных подстанций с 758 до 756. Незначительное, конечно же, сокращение, но прервана вот эта тенденция из 23-х недель. Мы не увидели 24-ю неделю. Мы не можем говорить о том, что очередная неделя прироста – это еще один медвежий сигнал, поскольку объемы добычи будут расти, потому что есть понимание того, что, может быть, макроэкономическая картина будет недостаточно оптимистична для продавцов дальше, как нам хотелось. Но, с другой стороны, если разбирать те отчеты, которые спровоцировали рост нефти на прошлой неделе, это тот же самый показатель добычи. Я думаю, что не только нами была обозначена позиция, но и буквально всеми экспертами, аналитиками рынка, которые следят за ситуацией, то, что такое сокращение производства на 100 тысяч, оно не может быть случайным. Это не логичное, скажем, следствие, кульминация каких-то предпосылок, которые наблюдались, да, это спад активности сланцевых производителей, как раз резкое, постепенное, последовательное сокращение числа, собственно, этих нефтиных терминалов, спад инвестиций в эту отрасль, этого не было ничего. А вот тропический шторм, довольно-таки серьезный, существенный, который был охарактеризован своим именем, как это обычно бывает, если речь идет о таких природных стихийных бедствиях, наносящих более-менее значительный ущерб, это событие имело место быть, поскольку именно тропический шторм привел к серьезным перебоям в работе ряда нефтяных платформ в Мексиканском заливе, некоторые даже были вынуждены встать на паузу, приостановить свою деятельность, мы можем додумать и прийти к логичному выводу о том, что, скорее всего, именно это было причиной в сокращении объемов добычи. А поскольку тропический шторм, это дело уже минувшее, собственно, сейчас ситуация более-менее спокойная, можем рассчитывать на то, что возвращение к прежним показателям загрузки производственных мощностей снова выявится в приросте по нефтедобыче дальше в последующей неделе. Я предлагаю на этой неделе еще держать такую консервативную позицию, что, может быть, отголоски следствия вот этого события еще проявить статистики. Ну, если окажется так, что на этой неделе мы получим сигналы и увидим статистический отчет, то, что запасы либо нефти, либо бензин увеличиваются, и Baker Hughes отчет этой пятницы будет снова тем релизом, который вернет нас на траекторию высокого, стремительного роста числа терминалов, я думаю, что все встанет на свои места, друзья, и мы снова сможем с вами говорить о том, о скепсисе, который отправил котировки ниже 45 долларов за баррель буквально две недели назад, скепсисе инвесторов и трейдеров, которые не верят в сделку ОПЕК, не верят в то, что помогут даже продлению этого пакта до марта 2018 года, не верят в то, что эту сделку смогут вытащить на какие-то реально достижения, на обозначение на дефицитности приложения, на разрешение проблемы перепроизводства, перенасыщение, даже стопроцентное выполнение обязательства и придерживание квота, которые взяли на себя такие доминирующие регионы, представители не территов, конечно же, страны ОПЕК. У нас есть вот эта скептическая позиция, которая усиливается еще и по-прежнему очень высоким объемом добычи, даже невзирая на спад, который мы видели на прошлой неделе, со стороны тех площадок, которые не участвуют в этой сделке. И вы помните, что если мы не находим поддержки, хотя такого не было за ощущение в последней неделе в Штатах, у нас есть еще и Ливия и Нигерия. Там производство увеличивается, и вроде бы как без столкновений активных, которые могли бы тоже блокировать работу нефтедобывающих станций, пока что нет. Ну, в сводках новостей эта информация не поступала. Поэтому объемы добычи у них продолжают расти, и мы готовимся, верим, обещаниям Ливии выйти на показатель по добыче в 1 миллион уже к августу. Все к этому идет, статистика указывает на то, что это более чем реальная цель. Поэтому, друзья, здесь нужно лишь смириться с тем фактом, что в целом фундаментальная картина не изменилась. Если вы считаете то, что прошлая неделя, она знаковая, она смогла вас переведить в том, что теперь нефть будет только расти, конечно же, вы отправили и должны поступать так, как вам подсказывает чуйка и ваше субъективное восприятие. Потому что следовать, может быть, для кого-то о складывающихся ощущениях навязанной позиции, это не совсем правильно, особенно на финансовых рынках. Но все-таки я буду считать необходимым для себя, обозначать и еще раз актуализировать ваше внимание на тот новостной фонд, который сейчас имеет место быть. Я буду стараться аргументировать свою позицию и надеюсь, что вместе с вашими силами, поскольку уверен, что среди вас также очень много продавцов, медведей по этому активу, мы сможем вернуть инструмент более-менее логичный ценовой динамик. И в район как минимум 45 долларов за баррель. Друзья, еще заключительное слово по нефти. Не нужно думать о том, что сейчас цены на нефть достигли того уровня, когда сланцевое производство нерентабельно. Я еще раз напоминаю, вы даже можете погуглить, поискать сами. И найдете очень много подтверждения того, что в Штатах используются, опять же, те технологии, которые уже давно повысили показатели рентабельности. И этот бизнес остается прибыльным, этот бизнес приносит деньги сланцевым производителям даже тогда, когда цены на нефть держатся ниже 45 долларов за баррель. Это не такая ценовая динамика и соответствие, которую мы видели два года назад. Да, два года назад мы помним, что уровень рентабельности был даже выше 52-53 долларов за баррель. Сейчас эта планка существенно снижена. И то, что мы видели вообще по росту количества уникальных терминалов, это доказательство тому, что так оно и есть на самом деле. Интерес к бизнесу сохраняется, инвестиции, и тут медвежьи взгляды тоже актуальны. Поэтому сохраняем короткие позиции, контролируем правила риск-менеджмента, но и, конечно же, не перегибаем с плечом, потому что это важно. Рубль держится на отметке 59. Хорошо то, что рубль не укрепляется по мере роста нефти, поскольку рубль более-менее приблизится к своим логичным и, наверное, более-менее справедливым и оправданным ценовым значениям. Я не думаю, что сейчас вообще стоит рассчитывать на то, что рубль прибится, а вот рассчитывать на то, что рубль просядет, а в тот момент, когда медведи снова переймут инициативу обыков на рынке нефти, вот на это стоит делать ставку. Поэтому, ожидая 45 долларов за баррель, конечно же, мы можем делать акцент на то, что летний сезон будет закрыт выше 60, я думаю, даже выше 61 по паре доллар-рубль. Еще один, скажем, момент и предпосылка для интереса и к этой валютной паре. Европейская валюта против доллара коснулась максимума за последние 14 месяцев на прошлой неделе. А под конец недели мы увидели коррекцию, она была абсолютно логична, поскольку такое ралли нужно было немножко продать, нужно было зафиксировать результаты длинных позиций. Именно это мы и наблюдали под закрытием недели. Друзья, я хочу сделать акцент на то, что европейская валюта забралась очень высоко, и я думаю, что она мягко перекуплена на текущий момент. Также хочу обратить ваше внимание, что на этой неделе, помимо влажности фундамента, будет еще, скажем, ситуация, когда торги станут более-менее облегченными. Это связано с тем, что в Штатах завтра день независимости, соответственно, ликвидность резко сократится на финансовых рынках, а низкие показатели ликвидности – это то, что при каком-то новостном фоне могут резко спровоцировать волатильность. Я думаю, что на этой неделе европейская валюта будет корректироваться. И, собственно, завтра у нас выступление Питера Прата, или как еще о вследствиях массовой информации, не знаю, как точно, друзья. В одних источниках Питер Прат, в других источниках Питер Проет, в других Питер Прит, ну, неважно. Вы наверняка поняли, о ком я говорю. Это главный экономист Европейского Центрального Банка, одна из центровых фигур, скажем, европейского регулятора. Мы помним то, что этот человек оказывает на курс евро чуть ли не большее влияние и воздействие, чем сам Драги, поскольку очень часто проводит разбор полетов и работа над ошибками. Еще раз акцентирую внимание трейдеров на то, что было сказано Драги, на то, что подразумевалось на самом деле. Вот с этим ситуация может быть довольно интересная, поскольку до сих пор динамика является противоречивой по евро, поскольку, с одной стороны, Драги ни слова не обозначил касательно ужесточения монетарной политики. Рынок сам додумал, что в комментариях между сроками проскользнули намеки на выход из агрессивных стимулов. После этого мы помним заявление Европейского Центрального Банка о том, что рынок немного переставался с реакцией. На самом деле Драги подразумевал наличие и, скорее всего, более длительный период низкой инфляции. Это допущение было только в эту сторону, но никак не ужесточение монетарной политики. Как только рынку была обозначена такая позиция, в моменте последовательной распродажи евро, которые тут же, собственно, были перекуплены, буквально конец, это, по-моему, торговая сессия среды, и все равно евро забрался очень высоко. Друзья, я думаю, то, что капитал Брат ни слова не скажет про жесткую монетарную политику, а лишь напомнит рейдерам, почему для еврозоны по-прежнему актуальны экономические стимулы. Именно он, разбирать ситуацию с инфляцией, в частности, у нас в пятницу был опубликован насчет по индексу потребительских цен, у нас, как и ожидалось, спад с 1,4% в годном выражении до 1,3%. Поэтому завтрашнюю риторику Брата, факт технической коррекции, неизбежный, на мой взгляд, и, возможно, очень серьезное перекупленное состояние европейского валютного актива, мы можем в целом использовать не только на этой неделе, как возможность продаж, поэтому предлагаю ставить на коррекцию евро. Дальше, доллар против японской иены. Американская валюта сейчас держится довольно-таки неплохо, курс по паре доллара и иены сейчас 112.52, мы видим, как американец восстанавливается, есть для этого все причины, у нас в пятницу была статистика по личным доходам, выросли на 0,1% по личным расходам, которые также подросли на 0,4%, Мичиганский индекс был пересмотрен в сторону повышения. До этого у нас была оценка уровня доверия потребителей, тоже на хорошем значении. И еще раньше показатель по ВВП тоже пересмотрен за счет более высоких показателей экспорта на положительную территорию. Плюс хорошие предпосылки для протоколов, хорошие предпосылки для статистики по рынку труда, напоминаю то, что non-farm payroll, уровень безработицы, и ситуация, и статистика по динамике роста заработных вклад. Это пятница, кульминация всей недели, и я думаю, что определяющая уже статистика и фундаментальное событие для доллара. Доллар готов сейчас отыграть какой-то стоящий фундамент, и почему бы не сделать акцент на то, что как раз протоколы и статистика по рынку труда прекрасно справляются с этой задачей. Что я хочу сказать на фоне того позитива, который мы уже накопили, на тех позитивных ожиданиях, которые присутствуют, то, что доллар и японская иена может закрыть эту неделю выше отметки 113,5. И как только доллар у нас, словно, начнет прессинговать против защитного актива иены, как только мы получим больше импульс роста этого инструмента, это еще значительнее усилить ту коррекцию, которую я ожидаю по рисковым активам, особенно с учетом тех значений, которые были достигнуты на прошлой неделе. Поэтому от доллара и японской иены мы ждем хороших результатов в ходе предстоящих торговых сессий. Я надеюсь, что американец хотя бы сейчас, с учетом такой поддержки, сможет нас порадоваться. Фунт против доллара. У нас в пятницу были данные по ВВП. В целом статистика не то чтобы плохая, но явно отсутствие какого-то прогресса. Прошлый показатель спад в квартальном выражении с 0,6% до 0,2%. Это плохой результат для экономического роста развитой экономики, как Англия. В этот раз 0,2% показателей был подтвержден. То есть мы смело можем говорить о том, что ситуация и макроэкономическая картина продолжает стагнировать. В данном случае, друзья, на этой неделе у нас сразу три индекса активности в сфере услуг, в производственном секторе и в строительстве. Завтра как раз начинаем с производственного сектора. Точнее не завтра, а сегодня, друзья. В 11.30, то есть буквально через полтора часа. Я полагаю, даже не снимаюсь, потому что статистика будет исключительно плохой. Эта статистика напомнит нам, почему мы давно с вами, еще два месяца назад поставили на спад показателя ВВП. В принципе, сейчас все это именно так и реализуется. Параллельно мы еще следим за статистикой по инфляции. Поскольку, даже несмотря на то, что было сказано руководством Банка Англии, я думаю, что им придется еще 100 миллионов раз подумать, прежде чем можно встречать условия на фоне столь высокого индекса потребительских цен, столь высоких значений. Собственно, завтра еще у нас обсуждение снова по инфляции. Прогноз. Полагаю, что прогноз снова будет пересмотрен с повышением. И надеюсь, что уровень 1.30 по паре фунт-доллар – это предельное значение, которого можно было достигнуть, значение, с которого начнутся прежние распродажи. Мы уже касались этой планки и помним, наши акценты, вера в то, что фундамент развернет инструмент, уже были обратны в прошлый раз. Полагаю, что картина вряд ли изменится и сейчас. В общем, по фунту продолжаем делать ставку на коррекцию. Австралийц против доллара. На этой неделе интересен заседанием Резервного банка Австралии. Собственно, уже завтра протоколы. Во время брифинга я разберу все, что мы услышим. Я не сомневаюсь в том, что Резервный банк Австралии не поддержит позицию прочих регионов и не озвучит такую же истребильную позицию, как тот же самый Банк Канады и Банк Англии. Поскольку сейчас мы тоже можем делать все-таки ставку на то, что в ходе прошлого выступления в руководстве Резервного банка Австралии были обозначены проблемы с задолженностью домохозяйств, проблемы с рынком труда, низкими значениями инфляции. И мы помним то, что Резервный банк Австралии сделал абсолютно однозначное и недвусмысленное заявление о том, что дорогая австралийская валюта осложняет переходный процесс. За месяц ничего не изменилось, австралийцы, безусловно, вырос, конечно же, но причина роста уже была нами найдена, это в ослабости доллара. Никаких стоящих фундаментальных предпосылок непосредственно с самого региона Австралии не было. Поэтому, друзья, мы должны делать ставку на прежнее ослабление. Сейчас курс по австралийцам 0.7668, это очень высокое значение. Предельное сопротивление это 0.77, я надеюсь, что мы его даже не будем тестировать и уже при росте доллара вернемся к прежней коррекционной динамике. Также еще хочу отметить канадца, поскольку мы сейчас на грани того, чтобы пробить снизу вверх сопротивление 1.30. В прошлой неделе стала исключительно результативной для канадца. Основные факторы роста это восстановительная динамика на рынке нефти и еще реакция на ближние комментарии руководства Банка Канады о том, что скоро будет объявлено решение о повышении процентной ставки. Но вот после того, как эти комментарии на рынке появились, у нас и макроэкономический фон не дремал, у нас и снижение инфляции, у нас и плохой показатель по экономическому росту в месячном выражении. В пятницу эта статистика была опубликована. Вместо прогноза и ожидания при росте 0.5% у нас рост был всего лишь на 0.2%. То есть нисходящая динамика в месячном выражении, она выдерживается. На эти риски канадский регулятор не обратить внимания не сможет. Скорее всего, от своих слов они отказываться не будут. То есть повышение ставки будет, но не так рано, как прогнозируют, не в июле, друзья. И если в июле, собственно, трейдеры увидят по факту решения, то что они несколько преувеличились реакции канадца с спросом на этот инструмент, поскольку не так все было очевидно с ужесточением монетарной политики, точно такие же резкие распродажи нас и ожидают. Поэтому USDCAD это также валютная пара, которая сохраняет интерес с точки зрения длинных позиций. Ни в коем случае, особенно на текущих значениях не выходить из этой валютной пары. Американские фонды в рынке 2426 пунктов сейчас тоже в ожидании повышения сильных макроэкономических данных, которые должны толкнуть снова американскую фонду к прежним историческим максимумам. Вряд ли мы, конечно же, перепишем планку на этой неделе, но будем постепенно двигаться по уровню 2450, не сомневаясь. Золото в соответствии с ожиданиями снижается. 2037 долларов сейчас дают за тройскую унцию. Думаю, что можем ставить как минимум на тестирование поддержки 2230 долларов за тройскую унцию. Соответственно, остается еще 70 большим долларов. Тройскую унцию должны, с учетом последних показателей волатильности, просесть к более-менее похожей поддержке. Из важных отчетов, друзья, сегодня в 11.30 тене производственной активности по Англии, как я уже отметил, лучше ставить на слабый релиз. В 17.00 статистика по штатам – это индекс разгона мегуляции, индекс АСМ производственной активности. Здесь продолжаем копить сильные данные и видеть то, что ФРС будет по-прежнему привержен политике более высоких процентных ставок. То есть это должно играть на руку американцу и подстегивать рост. И пока что ожидаемо краткосрочное ралли по паре доллар-японская иена. Цели с текущих значений 112,5 добраться до отметки 113,5 или 114. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо вам за внимание. Как и всегда, вопросы, комментарии, пожелания. Все, что вас интересует касательно рынка, вы можете оставлять на канале на YouTube, прям под актуальными и свежими выпусками видеоаналитики. Это канал на YouTube и еще хорум о маркетинге для тех, кто посещает это сообщество и компенсирует с нами там. Не забывайте, друзья, что, как и всегда, я желаю вам не только прибыльной торговли, но и очень надеюсь, что вы не поступаете с основополагающим правилом контроля рисков, особенно на таком подвижном и труднопрогнозируемом рынке, как сейчас. Но все-таки музыка должна быть и на нашей улице. Надеюсь, что на этой неделе мы получим на неделю-пяти дневку коррекции и сможем обоевать по рисковым активам не меньше фигуры, а то и даже полутора, соответственно, у оппонентов. Я надеюсь, увидим коррекцию и по евро, и по фунту, и по австралийцу, и, конечно же, увидим ослабление канадца, потому что канадский доллар, для меня, кажется, сейчас показывает одно из самых парадоксальных движений. Всего доброго, до свидания.